Привет всем, меня зовут Олег, добро пожаловать на канал записки гастарбайтера. И кажется, сейчас начинается рождение нового видеоблогера. Привет, привет! Да, если мне сегодня купят камеру, то скоро я тоже сделаю свой видеоблог. Пора. А то что мы делимся тем, что с нами происходит, да? Доделиться. И вот сейчас мы направимся в официальный магазин Sony и выберем подходящую камеру для Леры. Да, без меня пойдут, потому что я полный лох в этих всех камерах. Но они мне объясняют, что целый день меня уже прокачивают в камерах, там, программу какую-то мне ставят. Final Cut. Да, вот буду развлекаться. Сейчас, сейчас посмотрим. Сейчас мы направляемся в официальный магазин Sony, чтобы как раз таки выбрать камеру для Леры. Как тебе камера? Ну, глянцевый корпус мне нравится, все остальное вообще... А вообще, какая главная причина, почему ты выбрал именно Sony ASP300? Она дешевая, и у нее охрененное качество для ее мелкого размера. Сейчас возникла небольшая заминка, потому что они думали, что мы хотим взять камеру с монитором, но мы объяснили то, что нам нужна камера без монитора. Потому что она дешевле, и, в принципе, монитор почти не используется, так как большая часть времени используется группа телефона. Вонусы никакой. Вот тут же такое вот стеклышко. Спасибо. А я, здесь он. Чем мне нравится большая часть сетевых магазинов, это тем, что в них относительно неплохой сервис для Китая. Потому что в Китае в среднем по палате, как бы, сервис очень навязчивый, и продавцы стараются тебе именно тупо впарить. Но в таких магазинах, как официальный Sony, Apple Store, ну и магазины других магазинов, и фирм, то там, в принципе, идет все нормально. Подходит только тогда, когда ты просишь. Отвечает более-менее нормально на вопросы. Поэтому лучше и комфортнее чувствую, покупая именно в официальных магазинах. Так, мы выбрали камеру, и сейчас Данила за нее расплатится. После этого мы пойдем смотреть различные аксессуары. А, ну вот смотрите, отличная игрушка, маленькая, аккуратная, вот. Стоит всего 20 тысяч рублей. То есть не надо для полных штанов счастья покупать фотоаппарат за 150 тысяч. Можно за 20 взять вот такую хреньку и быть довольным просто как слон. Теперь мы направляемся на рынок Гандин, на рынок электроники, чтобы посмотреть аксессуары как раз-таки для купленной камеры. Потому что аксессуары в официальном магазине Sony дорогие, очень дорогие. В 5 раз дороже, чем на Taobao. Да, вот это очень интересная вещь о маркетинговой политике Sony. Но, с другой стороны, мне нравится именно в компании Sony то, что у них продукты универсальные, подходят для продуктов одной линейки. И это очень-очень удобно. Смотрите, сейчас китайский Новый год, поэтому все магазины здесь не работают. Потому что продавцы и владельцы разъехали к себе домой и сейчас отдыхают. Поэтому шопиться во время китайского Нового года это самая худшая идея. А вот именно походить, посмотреть по городу, но не по важным достопримечательностям в лучшее время. Потому что в Гуанчжоу в Шэньчжэне людей почти нет и это хорошо. Мне нравится это. Великому видеоблогеру великий подарок. Видеоблогер. Инструмент. Си-си-си. Спасибо. Ну что, рассказывайте. И оттуда, видите, картошечку мочу. Отлично. Вы чувствуете этот прекрасный запах? Угу, я чувствую укроп. Укроп? Да. Да, зелень какой. Сонинская техника всегда хорошо пахнет. Я не знаю, но я рафанат сонинской техники, поэтому большая часть камеры у меня от сони. В кармане помещается очень-очень легко. Моя кисть. Главное, не потеряется. Ну, в общем, как-то так. Надеюсь, данное видео вам понравилось. Получилось оно реально спонтанным. У меня еще много материала, над которым я сейчас работаю, но это видео я решила загрузить пораньше. В принципе, оно легкое. Кроме того, остальные проекты требуют времени. За качество извиняюсь. Опять-таки, как я сказал, видео было спонтанным. Я вообще не планировал. Мы просто с ребятами засиделись. С Данилой обсуждали камеры до трех ночи. Ну, а утром что-то взяли и решили все-таки поехать и взять камеру. Тем более, у ребят очень-очень интересная жизнь. Так что, если есть желание, приходите, подписывайтесь. Ссылку я поставлю в описании. Пока у меня в работе проекты есть, но я высыпаю. Кстати, проблема вот моей камеры, которой я снимал все это видео. Она не хочет фокусироваться на моих глазах. Она не определяет мои глаза. Это ужас. Ну, в общем, всем спасибо и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Это вообще видео.